А вы в курсе, что в Краснодарском крае планируют разработать стратегию национальной политики региона? С таким предложением выступил губернатор Вениамин Кондратьев на заседании Краевого совета по межнациональным отношениям. Кубань, как известно, край многонациональный и здесь главная задача для всех народов, отметил Вениамин Кондратьев, сохранить мир и стабильность. Здравствуйте, в эфире программа «В курсе» и я, Ольга Десятого. В этой студии мы обсуждаем вопросы, которые так или иначе затрагивают интересы всех сочинцев. Но в Краснодарском крае сегодня проживают представители более чем 120 народов. Ну и Кубань входит в число динамично развивающихся, сильных, стабильных, ну и, конечно, безопасных регионов. И это заслуга каждого из проживающих здесь, на территории Краснодарского края. Ну и как эту стабильность поможет сохранить стратегию национальной политики, которая будет разрабатываться в Краснодарском крае, мы узнаем из нашего сюжета. И далее вернемся в студию. В одном большом дружном танце сошлись чуть ли не все народы края. Плечом к плечу стоят адыги, татары, дагестанцы, греки и армяне. Уже много лет они не просто отмечают праздники, живут вместе. Кумыки и лесгины, и чеченцы, и башкиры, ну и украинцы. То есть, ну как бы много... Мы все дружим, и таджики есть. То есть, как бы мы очень все дружны, и все общаемся. Россия, она имеет, конечно, особенность, потому что она большая, и она впитывает в себя все то, что ее окружает. И мне кажется, Россия тем и сильна, что она может объединять, ибо она соприкасается со всеми культурами, со всеми национальностями. Краснодарский край по количеству национальностей и конфессий – идеальная модель в общем всей России. Мирно соседствует на территории Кубани 124 абсолютно различных народностей. Помимо славянской группы, самая большая – армянская диаспора. Далее – адыги, греки, цыгане, осетины, евреи, азербайджанцы, абхазы. И это даже еще не половина всего списка. Сегодня представителя национальных культурных обществ за одним столом собрал Вениамин Кондратьев. Чтобы обсудить, как сохранить этот межнациональный мир и в будущем. В таких непростых внешнеполитических условиях провокации со стороны Запада вполне ожидаемы. А значит, в обществе необходимо создать непримиримое отношение к любым проявлениям национальной нетерпимости. Есть нация, а есть ее отдельные представители. Не лучше. Поэтому не нужно из одного представителя того или иного народа делать выводы о всем народе. Мы должны давать себе отчет, что мы делаем даже словом. Что в конечном итоге. Достигнем мы вот той консолидации в высокой степени дружбы наших народов, как мы говорим, внутри. Или наоборот. Это приведет к деструктивным моментам. Вот давайте думать даже не на шаг, не на два, а на три шага вперед. Мы не можем предать память наших предков. Никто не может. Никакой народ. Но мы также не можем предать свое отечество. Чем бы ни прикрываясь. Вот это всегда помните. Отечество, оно у нас одно. И у наших детей, внуков последующих поколений. Даже у тех, которые еще не родились. Оно всегда будет одним. Патриотизм и уважение друг к другу важно начинать прививать еще с ранних лет. В этом сошлись все участники встречи. Ведь, например, если в центральной части России конфликты чаще носят территориальный характер, то есть перестают дружить улицами или микрорайонами, то бытовые ссоры в нашем крае переходят в межнациональные. У нас очень часто это принимает форму конфликта с национальной окраской, когда ребята на дискотеке поссорились из-за девушки, из-за косо брошенного взгляда. Но участниками конфликта оказались представители разных национальностей. Это сразу же начинает агрессивно интерпретироваться и подаваться в информационном пространстве, в первую очередь в интернете, ну вот как пример такого конфликта. Такие разные народы с такими разными традициями и культурами. Но у всех одна общая история страны, в которой живут. Одни на всех праздники трагические даты. Но тем не менее памятные и важные дни есть в отдельности у каждой нации. Прошла Кавказская война. Воевали все. И русские, и казаки, и поляки. И все заинтересованные, и не заинтересованные. Все воевали. Да, были последствия. Да, есть трагедия. История, она прошла. Давайте жить дальше. Давайте этой молодежи, давайте хорошее образование, хорошее направление в жизни. Чтобы он был носителем своей культуры. А не все время вспоминал. Там моих предков когда-то что-то сделали. И в этом плане именно адыгские общественные организации, мы выступаем уже не первый год, за то, чтобы день памяти жертв Кавказской войны был единым днем памяти жертв Кавказской войны. Имеет право сегодня, конечно, любой народ, чтобы помянуть предков, допустим, погибших в той или иной трагической ситуации. И если возьмем, к примеру, и черкесского народа, и русского народа, ну ты вот вместе возьмите и поплачьте. На той или иной трагической датой. Вместе. И скажите, да, это наша общая история сегодня. Да, это наше общее отечество. Краснодарский край, как постоянное место жительства, ежегодно выбирает около 120 тысяч человек. Это люди совершенно разных народов. А значит, они должны жить по установленным в регионе правилам межнационального согласия. Вениамин Кондратьев предлагает разработать стратегию национальной политики. Что касается стратегии национальной политики, я хотел бы, чтобы этот документ рождался не в кабинетах чиновников, а вот все вместе в диаспорах, в центрах национальных культур, он прошел обсуждение. И мы должны его сделать на самом деле живым, действенным уставом, жизнеспособным. И кто бы к нам не приехал, какой национальности, все должны понимать, что они должны жить по этому уставу, по этой стратегии. Еще раз подчеркиваю, мы все вместе отвечаем на эту стабильность межнациональную. Стратегию национальной политики региона разработают до конца года. Но выполнять все ее пункты, а прежде всего проявление толерантности, необходимо не только на уровне руководства и председателя национальных центров. Терпимость и уважение к другим нациям должно быть неотъемлемой частью культурных ценностей всего общества, как это было всегда на Кубани. Ну я добавлю, что в регионе успешно реализуется государственная программа Краснодарского края, которая называется «Региональная политика и развитие гражданского общества». Есть и подпрограмма, которая рассчитана до 2021 года, гармонизация межнациональных отношений и развитие национальных культур в Краснодарском крае. Ну и ее главная задача, я процитирую, «Обеспечение равенства прав и свобод человека и гражданина, независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств». Ну и о национальной политике на Кубани и в городе Сочи мы сегодня поговорим с председателем Совета национальных объединений курорта Александром Фроленковым. Здравствуйте, Александр Михайлович. Рады вас снова видеть в нашей студии. Очень приятно, что вы пришли. Ну и начать наш разговор хотелось бы по традиции с цифр. Сколько на сегодняшний день в Совете, которым вы руководите, состоит национальных объединений? Увеличивается число, уменьшается и в связи с чем? На сегодняшний день у нас 36 национальных объединений. Каждый год мы увеличиваемся на 1-2 национальных объединений, которые приходят работать к нам в сайте национальных объединений. И это очень отрадно и радостно. За предыдущий год к нам присоединились два общества. Это иранское общество и общество Донбасса. Бывшие жители Донецка, Луганска, областей, которые по тем или иным причинам оказались на территории нашего города. Они объединились в обществе и работают вместе с нами. Ну а что нужно, чтобы стать полноправным членом Совета национальных объединений, а не просто быть какой-то компанией земляков? В следующем году у нас полнокровных 20 лет Совета национальных объединений. До этого мы работали как криционная составляющая общества, которые объединились. А вот 20 лет назад мы приняли устав. И согласно этого устава, общества, которые организовывают, должны пройти несколько стадий. Ну первое станет, безусловно, это самоорганизоваться. Следующий путь – это надо, конечно, регистрироваться. Но мы начинаем работать с национальными объединениями, если они уже провели подобные мероприятия и подали в состав Совета национальных объединений заявление, к которому прилагают список граждан, которые будут вести на себя роль председателя, заместителя председателя, секретаря. И мы рассматриваем это обращение на Советы национальных объединений, обязательно задаем вопросы, интересуемся, какие цели, согласны ли они с нашими уставными целями Совета национальных объединений. И потом целый год такое общество работает с нами в режиме к рассмотрению. Ходят на наши мероприятия, на заседания. Мы их приглашаем на разного рода этнические мероприятия, конференциально разного плана, городские, общероссийские мероприятия. А через год, в зависимости от того, как поработало общество, Совет национальных объединений ставит на голосование, может ли такое общество быть в составе полноправного члена. Ну а сколько человек, вот какая-то есть квота, сколько должно человек объединиться, чтобы стать вот такой ячейкой Совета? Ну в среднем минимальное количество людей это от 100. Но есть общество до 1000, есть общество до 3000, потом 10-тысячники и есть 100-тысячники. Это не обязательно 100 тысяч, допустим, русских и более, ходят в русские мероприятия или там сибирское, земляческое какое-то, ну активисты, которых они представляют. Около 100 тысяч у нас армянское общество, а уже 10-тысячники, их много у нас. Это и украинцы, а их гораздо больше, чем 10 тысяч, белорусы, греки, грузины, абхазы, татары, ну и некоторые другие. До 3000, это там, например, осетины, к примеру, там, азербайджанцы, там, евреи. Есть поменьше общества, и, кажется, совсем они вроде бы как маленькие, там, курды, езиды, ассирийцы, там, допустим, вот, как я уже говорил, донбасское общество, но это не менее значимое общество, если это национальные объединения. Ну вот, знаю, что в период бурного олимпийского строительства национальные объединения своим соотечественникам как-то помогали, ну, скажем так, акклиматизироваться в городе Сочи, но если даже и надо, то вернуться домой. Сегодня эта работа как-то продолжается в городе Сочи? Да, конечно, нету такого масштаба, потому что мы все понимаем, что Сочи такой испытал очередной миграционный бум во время строительства Олимпиады, подготовки, собственно, во время Олимпиады, и работы, конечно, было вау. Ну, тем не менее, интерес в Сочи, он не слабевает, и люди приезжают по разным причинам. В Средней Азии люди едут, чтобы устроиться на работу где-то, из других районов по семейным обстоятельствам. Те обстоятельства, которые, допустим, привели сюда к нам жители Луганска, Луганской области, Донецка, Донецкой области. Те причины, которые на сегодняшний день мы знаем все на Украине. Вот, безусловно, с такими людьми надо работать. И не все люди благополучно, получается, могут вжиться, я бы сказал так, осочиниться. Конечно, во всех бывают разные причины, и к некоторым приходится покидать город Сочи. И обычно вот такие люди стараются найти среди земляков поддержку, потому что и финансовый вопрос, и разные-разные-разные вопросы. В прошлых годах мы много оказывали содействие, в том числе и по миграционным вопросам, и приходилось людям разных республик покидать город Сочи. Это и в Азербайджан, и в Армению, и в Грузию, и на Украину. В Украину и в Среднезиатские переполненные были спецприемники. Мы работали с этими учреждениями, мы понимали, что часто не всегда соответствует возможность этих учреждений для того, чтобы даже справиться с вызовами этих лет. Помогали и на транспорт помогали, и на питание помогали, и на билеты. И я очень благодарен обществу, особенно среднезиатским, потому что, вы знаете, допустим, вернуть на родину людей из Таджикистана, или Киргизии, или Избекистана, это финансово сложно. И я рад, что в Совете есть лидеры, этнически принадлежащие к этим направлениям, которые ответственно к этому отнеслись. Очень интересно еще поговорить о прошедшем с успехом в Сочи Всемирном фестивале молодежи и студентов. Приехала сюда масса разных народностей, 188 стран были здесь представлены. Удалось ли нашим диаспорам как-то пообщаться на фестивале со своими этническими земляками? Была ли такая возможность? Сказать, что это произошло широкомасштабно, то, конечно, хотелось бы более масштабных контактов. Но, тем не менее, я как председатель был заявлен как эксперт на Совете. Мне удалось пообщаться, в том числе и с белорусами, в том числе и с украинцами, и с русскими обществами. Очень, кстати, интересные были представлены выставки из разных областей России. Изумительные были все выставки. И было очень интересно общаться с представителями разных регионов. Я рассказывал о том, что у нас есть сибирское землячество, которое там Сибирь. Рассказывал о татарах наших, баскирах и многих-многих других в Северокавказских наших республиках. Вы знаете, все самобытны и прекрасны. Часть наших представителей удалось туда попасть под эгидой СМИ. Поэтому у нас есть такое иранское общество. С иранцами удалось пообщаться. Я знаю, что были контакты у абхазов. Я знаю, что были контакты у греков, у грузин. И это очень хорошо. Хотя многие наиболее ярко представленные на фестивале вещи были уже как бы в том нашем старом прошлом, в прошлом революционном. Но было интересно и пообщаться с такими ребятами, которые заражены идеей Че Гевара, антиперистическими трибуналами. Удалось пообщаться не очень, я бы сказал, широкомасштабно, но удалось пообщаться, словно, по разным вопросам. Ну да, такое общение крайне необходимо. Конечно. В Краснодарском крае по инициативе губернатора Вениамина Кондратьева планируется разработать такой документ «Стратегия национальной политики региона». Планируется учесть интересы абсолютно всех национальностей, которые проживают здесь в регионе. А их огромное количество – более 120. Как вам кажется, нужен ли такой сегодня документ нашему краю, городу Сочи? И как бы он мог помочь стабилизировать вот эти межнациональные отношения? Вы знаете, мы, как Совет национальных объединений города Сочи, плотно работаем с администрациями всех уровней. У нас хорошие, добрые, рабочие отношения с городской администрацией. Мы работаем с районами. Мы работаем с посельковыми администрациями, сельскими. И, безусловно, с более высоким уровнем – это с администрацией Краснодарского края. И вы знаете, что в рамках проекта гармонизации межнациональных отношений мы давно участвуем в разных проектах. Они очень созидательны, важны, конструктивны и положительны. И любые новые идеи, которые будут цементировать мир и в нашем городе, и в нашем крае, и в России, безусловно, очень важны. И мы их обязательно поддержим. Если нужна будет наша практика, а к нашей практике в Сочи обращаются часто, мы, безусловно, поделимся и примем активное участие в любых мероприятиях, направленных в этом направлении. У нас есть чем поделиться. Потому что я бы сказал, что мы боевой сайт национальных объединений. Если угодно, то приходилось ходить буквально на какие-то даже разборки для того, чтобы криминал или люди, которые исповедуют свои какие-то принципы, интересы, идеи, не разыграли карту межнациональных отношений, для раскола общества, не дай бог, не привели к беде. Хотя сказать о том, что все прошло полностью бескровно, конечно, к сожалению, были и потери. Но при помощи инструментов, которые есть в САЭ, при помощи Совета национальных объединений, при помощи ярких и ответственных лидеров национальных, нам удалось удержать мир в нашем городе и, естественно, таким образом и мир в нашем регионе. Да, очень отрадно, что сообщений о каких-то межнациональных конфликтах сегодня нет в городе каких-то громких дел. Вы знаете, очень часто практика вот такая, люди, допустим, собираются в кафе или на каких-то мероприятиях, или просто беседу на улице часто апеллируют к национальностям. Хотя, когда мы начинаем потом разбираться, то получается, что это бытовуха, я бы сказал, к сожалению, криминал часто, которые хотят к этому отнести, хотят воспользоваться. Очень же легко сказать, допустим, я там, пример, грузин, армянин, белорус, украинцы, евреи, и вот я позову себе подобных, и мы тут вам всем. А начинаешь разбирать поплотнее, понимаешь, что там есть корыстные интересы, криминальные интересы и прочее, а все остальное хотят за уши притащить для того, чтобы побольше шума и беды создать. Нам удается этим. У нас в Совете есть такой специальный инструмент, как уполномоченные по урагулированию международных и международных интересов, конфликтов. То есть каждое общество выделяет несколько человек. Это, как правило, какой-то известный человек из их среды. Это может быть экономический лидер, это может быть просто авторитарный лидер. Кто-то из известных молодых ребят, может это быть боксер, допустим, самбист, так премьеру называют, да, допустим, известный спортсмен, кто-то из сотрудников, допустим, прокуратуры, полиции, администрации. И формируются вот такие мобильные группы, к которым можно всегда обратиться по любому вопросу. Мы этот список передаем в администрацию, всем заинтересованным сторонам, ФСБ, полиции, раньше миграционку. И у них перед глазами есть, кому позвонить. Я всегда говорю, что Совет национальных объединений, благодаря тому, что он так структурирован, и благодаря тому, что в нем такая составная часть всех этносов, говорит на всех языках, которые могут только появиться в городе Сочи. И мы со всеми найдем общий язык. Звоните, мы придем на помощь. Ну, узнавать и изучать культуру других народов, на мой взгляд, это всегда очень интересно. А где можно познакомиться с культурой тех диаспор, которые здесь представлены в городе Сочи? Может быть, есть какие-то этнодворы, есть какие-то экспозиции, какие-то национальные фестивали? Тем более, что школьникам, мне кажется, это было бы не только интересно, но еще и очень полезно. По поводу такой мемориальной части, да? У нас есть городской криверческий музей, музей города Сочи. И там очень хорошие специалисты. И они рачительно относятся ко всем артефактам национальных объединений. И вот если посетить наш музей, вы увидите, что там плотно-плотно представлены в выставках, как шли миграционные процессы, заселение города Сочи изначально. Какие этногруппы приезжали, как они обустраивались, как, к сожалению, пропадали, умирали, потому что, допустим, славяне без мудрой подсказки кавказства или греков не могли жить здесь. И изначальные переселения, которые там были, там 12 тысяч человек, почти все, к сожалению, погибли. На сегодняшний день более 120 этносов живет. 36 национальных объединений у нас существует. Каждый из них хочет себя показать не только в этнографическом смысле в музее города Сочи, но и где-то чуть-чуть себя отдельно. Есть дворы, есть, например, Амшинский двор у армян, армянский двор и кладлеры. И много-много армяне в этом смысле у нас передовики. Очень интересно. У нас многие общества формируют этнопоказы вокруг своих этнических ресторанов. Вот, например, грузины. Ряд грузинских ресторанов, они просто не только рестораны, но и музеи небольшие. Хотя, безусловно, есть у каждого и свой центр. У нас интересные экспозиции, например, в эстасадке эстонцев. Они у нас там компактно проживают. У нас у греков интересные есть места показов. Адыги-шапсуги недавно сделали вечерки. В таком славянском даже названии вечерки потребили. И туда есть туристическая тропа. Слава Богу, у нас есть Центр национальных культур в Лазерском. Мы все вместе его строили. Злумяна уже нет, а Центр носит его имя. Неординарный человек. И то, что там сделано для сохранения культур разных национальностей, проживающих городов, это дар всему городу и всем нам. Сейчас у нас национальные объединения, которые не представлены, и те, которые представлены в Центре национальных культур в Лазерской, немножко будут продублированы и расширены на КСМ. Мы участвуем в всевозможных разных фестивалях. Если вы посмотрите, как проводится празднование, допустим, не независимо, к примеру, Армении, Белоруссии, Грузии, хотя грузины празднуют это в рамках культурологическом и духовном. Две культуры, одна вера, я бы сказал, и одна судьба. То вы увидите, что всегда представлены танцы, пения, этносы, которые у нас проживают, в том числе и утварь, кухни. Приходите на эти этнические праздники, приходите на открытие курортного сезона. У нас есть колонна в Центре национальных объединений, где мы вкратце покажем, что мы делаем. Приходите на День города, на другие праздники, и увидите, что там всегда есть этническая составляющая, а иногда и основополагающая. Вот День народного единства. Превратился в большой фестиваль. Да, День народного единства. И вы знаете, мы все время ищем разные формы его празднования. Почему? Ну, во-первых, конечно, повторение мать учения. Но если не преобразовывать институтную форму, не было так интересно и животрепещущее. В этом году администрация нам помогла тоже найти интересные продолжения. Вот мы, например, после открытия там и основных выступлений делали такие хороводы национальные. И они были сразу маленькие разных обществ, потом объединялись в группы, а потом был вообще большой хоровод. Это будет интересная практика. Я думаю, что СМИ это увидели. Вот сейчас мы готовим День города. И там тоже будет представлено ряд кухонь наших. Мы будем выступать с концертами. Знаешь, что в День города планируется установить даже рекорд России и испечь самой большой хачапури? Мы попробуем это сделать. Конечно, вы же знаете, сейчас популярно и модно там. Попробуем хачапури, но мы знаем, что у нас есть еще и кульбяки, и нарты, и прочее. Чуть что мы еще подкрепимся в этом направлении. Да, рекордов можно оставить много в этом плане. Ну и в школах есть тоже свои этнофестивали. Путем жребия каждая школа выбирает себе какую-то страну и знакомится подробно с ее культурой, традициями, изучает костюмы, национальные блюда. Совет национальных объединений как-то участвует в этой программе? Вы знаете, когда к нам обращаются, мы однозначно помогаем. У нас есть даже общество, которое эту тему пропагандирует уже десятилетия. Например, сибирское землячество, оно у нас очень любит ходить в школы. Да, конечно, помогаем. Помогаем не только школьникам. И будем помогать. И я хочу обратиться к департаменту образования, что мы готовы работать. Мы открыты для общения. Все, что можем, поможем. Но мы работаем и с колледжами, например, поликультурными. Мы работаем со СГУТИКом, РУДНом. Будем с удовольствием работать со школами. Это наше общее будущее. Да, это правда. Александр Михайлович, спасибо большое, что сегодня пришли к нам. И спасибо большое за очень интересный рассказ. Спасибо. Я напоминаю, что гостью нашей студии сегодня был председатель Совета национальных объединений города Сочи Александр Фроленков. Спасибо. Все хорошо. Ну и вы смотрели программу «В курсе». Будьте в курсе всего того, чем живет наш город Сочи. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. ПОДПИШИСЬ! ПОДПИШИСЬ! Субтитры сделал DimaTorzok